Это новости на канале НСК 49, студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Благоустройство под контролем. Сдачи некоторых вновь создаваемых или реконструируемых зеленых зон значительно отстают по срокам. Губернатор Андрей Травников потребовал усилить контроль за работами вплоть до замены подрядчиков. Как спасти отдыхающих? Новые происшествия пополнили печальный список жертв этого пляжного сезона и не все произошли в неустановленных для купания местах. Цветы и картины. Художники из-за студии «Перспектива» приняли участие в выставке пионов. Сотни посетителей смогли увидеть процесс создания картин и сравнить нарисованные цветы с живыми. А теперь подробнее об этих и других темах. В городах и поселках Новосибирской области в последние годы многое делается для их благоустройства. На эти работы выделяются миллиарды рублей из бюджета всех уровней. Однако не обходится и без проблем. Как правило, виной тому бывают недобросовестные подрядчики, но есть претензии и к заказчикам. Проблему обсудили на оперативном совещании у губернатора. Почти 300 объектов запланировано благоустроить в населенных пунктах Новосибирской области в этом 2024 году. На эти работы выделено более 2 миллиардов рублей. Среди этих объектов 70 общественных пространств и 85 дворовых территорий в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Пять объектов победителей всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. И 131 объект по проекту территория детства, исполнению наказов депутатов законодательного собрания, поручению губернатора и правительства Новосибирской области. К наиболее значимым в профильном министерстве относят те объекты благоустройства, за которые жители голосовали в 2022-2023 годах. И они победили во всероссийском конкурсе. Среди них два переходящих объекта, реализуемых в 2023-2024 годах. Это центральный парк в городе Черепаново и экопарк Обской в городе Опи. Эти проекты уже в высокой степени готовности и в ближайшие месяцы будут завершены. Три объекта, это парк Каинская роща в городе Куйбышев, парк культуры в Карасуке и набережная в городе Болотная будут реализовываться в текущем году. И все бы хорошо, но картину омрачают некоторые подрядчики, которые не смогли в срок выполнить довольно важные объекты в Новосибирске. К примеру, парк Каменка, готовность до сих пор только 66%, и многострадальный Первомайский сквер, его сделали на 74%. Глава региона обратил внимание, что подходы в отношениях с недобросовестными или некомпетентными подрядчиками с этого года придется поменять. Можно уже проявлять максимальную жесткость и требовать от подрядчика любыми способами, в том числе вплоть до расторжения контрактов. Бояться этого не надо, потому что, как опыт показывает, последних лет ничего мы в этом случае не теряем. С одной стороны, тянем за уши недобросовестного подрядчика, теряем время. С другой стороны, есть возможность выгнать его к чертям, внести в черный список и привлечь другую нормальную организацию для завершения проекта. Есть претензии и к стороне заказчика благоустроительных работ, а именно к руководителям муниципалитетов. Со стороны некоторых глав, ну, почти лукавство применяется, когда в заявке не учитываются все виды работ, рисуется красивый эскиз благоустройства, например, там площади или сквера. Заявка одобряется, в том числе на федеральном уровне. Приступаем к реализации проекта. Выясняется, что денег нужно в два раза больше, потому что это не учтено, второе не учтено, третье не учтено. Такие ситуации глава региона обещает жестко контролировать сам и привлекать к этому областной Минфин. Формы опекунства могут быть различными, но цель их всегда одна – помочь выжить, вырастить и поддержать. В Новосибирском зоопарке тоже работает программа опекунства, в которой принимают участие крупные компании или меценаты города. В июне здесь под свое крыло опекунства были взяты птицы турако. И кто только не живет в нашем зоопарке, практически все виды животных. Есть среди них и экзотическая птичка турако. Из Западной Африки – это редкий вид птиц, которые очень трудно размножаются в неволе. Но они смогли адаптироваться, среди них выделилась пара, которая дала потомство. Яйца насиживали сами птицы, удачно очень, хорошо насиживали, но выводили птенцов в инкубаторе и кормили искусственно. Это единственная птица, оперения, которых содержит зеленый цвет. Настоящий пингвент – турако виригин. Внешний вид птицы, а вернее цвет ее оперения – черный и зеленый – полностью соответствует айдентике компании «Ваш инвестор». Тем более, что организация с первых лет своего основания поддерживает и активно участвует во всех экологических и зеленых повестках города. Теперь турако – талисман сервиса займов «Ваш инвестор». Почему птица? Это символ свободы, символ движения, легкости. И это символизирует нашу компанию. Почему именно вот эта птичка? Потому что цвета очень похожи на наши корпоративные цвета. По программе «Опекунство», которая много лет работает в зоопарке, компания «Ваш инвестор» установила шество над этими птицами в Новосибирске. Я считаю, это великое место. Одна из визитных карточек нашего города. Очень многие жители приезжают с области, с других регионов и все знают наш зоопарк. И хотелось поддержать тоже частичку своей энергии и передать в этот символ Новосибирска. В Новосибирске компания появилась в 2011 году. И за время у нее открылись филиалы в 25 городах России. Основное направление ее деятельности – это оформление займов под залог автотранспорта, что позволяет заемщикам быстро решить свои задачи и возникшие ситуации, как оффлайн, так и онлайн. Предоставляем мы услуги займа под залог ПТС. В основном наши клиенты – это те, кому нужны деньги здесь сейчас. Они не готовы ждать. Особенно важно отметить, что многие коммерческие структуры и компании не оставляют без внимания питомцев одного из лучших зоопарков страны. Надо сделать еще обогащение. То есть птицы должны также, как и приматы, как и все остальные млекопитающие, с чем-то заниматься в вольере. Для этого надо сделать им природные условия. Очень удобно развешивать различные фрукты, ягоды и так далее в большом изобилии, чтобы птицы не просто ели, а иногда даже, грубо говоря, проказничали, срывали, разбрасывали, как они это делают в природе, выбирали то, что им нравится. Теперь, благодаря компании «Ваш инвестор», у птиц будут дополнительно созданы благоприятные условия, приближенные к природным. А значит, птенцов будет еще больше. И в дальнейшем экзотический вид птиц будет радовать людей и в других зоопарках страны. Жаркая погода в Новосибирской области и большая вода вновь спровоцировали череду трагических происшествий на воде. В региональном главном управлении МЧС России отмечают рост количества несчастных случаев среди отдыхающих, не характерные для этого времени года. Водоемы на территории Новосибирской области продолжают оставаться на особом контроле у регионального главка МЧС. Но, судя по всему, одного только контроля здесь недостаточно, так как случаи трагического исхода отдыха на берегу по-прежнему происходят. Вторую неделю подряд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечая увеличение количества происшествий и погибших на водных объектах, за неделю на территории Горного Сибирска, Болотнинского, Краснозерского, Кубышевского, Маслянинского, Тагучинского районов произошло 8 происшествий, к сожалению, утонули 8 человек, в том числе 3 детей. В Тагучинском районе поиски продолжаются. В шести случаях гибель людей произошла при купании в местах неорганизованного отдыха людей. Еще 11 отдыхающим, среди которых было 7 детей, удалось оказать помощь на воде. Как видно, аншлаги с запрещающими купание надписями явно не помогают. Люди тонут даже несмотря на то, что сотрудники МЧС за неделю провели в регионе около 600 рейдов, проверили порядка 350 мест неорганизованного отдыха. В связи со сложной обстановкой, чрезвычайное ведомство проводит акцию «Вода безопасной территории» и настоятельно рекомендует главам муниципалитетов привлекать к патрулированию водоемов, полицию и волонтеров. Так как жаркая погода сохранится до конца июня, сохранятся и риски отдыха на воде. Спектакль «Ханума. Своё триумфальное шествие» начал с постановки Георгия Товстоногова в Большом драматическом театре. И с тех пор, вот уже на протяжении 50 с лишним лет, это произведение привлекает режиссеров. Вот и в Новосибирском областном театре кукол обратили на нее внимание. Это, пожалуй, первый в стране кукольный театр, в котором решили поставить спектакль по пьесе «Авксентия Цагарелли». Что из этого получилось, расскажем в нашем сюжете. То, что в кукольном театре ставят спектакль, предназначенный как для взрослых, так и для детей, делает его по-настоящему семейным. На подобное представление родители стремятся попасть с таким же нетерпением, как и их чадо. Теперь в репертуаре Новосибирского областного театра кукол появился такой спектакль «Ханума». Самые умелые мастера вам лопали! А самые красивые невесты вам лопали! Обратила внимание на репертуар, обратила внимание вообще на эту пьесу. Думаю, как бы интересно ее сделать с куклами. Поэтому, используя и вокальные данные артистов, и, конечно, умение работать с куклами, была затеяна вот эта вот история. Ну, и потом еще подогрела. Все-таки это год семьи. Вот. А здесь намечали одну свадьбу, а в финале целых три свадьбы. Декорации спектакля погружают зрителя в самобытность Тбилиси. Здесь есть кувшины, ковры, повозки и веселые жители Кентом. Для начала я хотела использовать просто образный, собирательный образ Тбилиси. То есть, как он есть. Чтобы зритель думал, что он находится в Тбилиси. Не знаю, как насчет этого получилось или нет. Но как туристы ходят в городе, и им как бы рассказывают, то есть, какое-то погружение. Для того, чтобы планшетных кукол сделать такими же пластичными и органичными, как актеры, работающие на сцене, режиссер-постановщик решила применить метод работы живых рук. Насколько задорным и непринужденным получился спектакль, конечно, судить зрителю. Но режиссер Ольга Гущина уверена, что самая главная цель рассказать о доброте, терпении и оптимизме достигнута. Очень добрый спектакль. Вот знаете, добрый. Поэтому вот он светится всей какой-то добротой, жаждой жизни, музыкой, песнями. Вот эти характеры. Они там зла-то нет. Вот какого-то. Этой постановкой театр завершил сезон. Но уже скоро этот спектакль появится в репертуаре и будет ждать своих зрителей. А что может быть лучше, чем сходить с семьей в театр и вместе посмотреть интересный спектакль. Пленер – это когда художники рисуют свои картины с натуры под открытым небом. И хотя живописцы из-за студии «Перспектива» провели свой пленер на выставке пиона в помещении Музея природы, роскошные букеты полностью заменили им клумбы. Почему художники стали участниками цветочной выставки, расскажет Сергей Никитин. Выставка «Пион-24» в помещении Музея природы помимо букетов, возможно, всех сортов, что только присутствуют на новосибирских клумбах, привлекла внимание посетителей своим оформлением. Среди живых цветов поместили картины пионов с созданными художниками из-за студии «Перспектива». И более того, здесь же можно было встретить и самих художников за работой. В рамках вот этой выставки «Пион-24» у нас пленер городской. Мы пригласили поучаствовать в нем художников, как профессиональных, так и любителей, просто кто хочет порисовать. Это редкая возможность порисовать цветы очень редких сортов. Участники из-за студии активно принимают участие в различных пленерах, создании картин с натуры. Но такой пленер в рамках цветочной выставки они организовали впервые и волновались, справятся ли. Рисовать нужно было быстро, в непривычной обстановке и на глазах сотен зрителей. «Пионы рисовать очень сложно, потому что, когда цветок имеет строгую форму, четкую, там нарцисс, тюльпан, ты можешь как бы раз и сразу контуры запечатлеть. А вот когда мы смотрим на пионы, у них нет четких контур, у них очень много деталей. Если ты начинаешь сильно прорисовывать детали, исчезает нежность, они получаются жесткими. А если не прорисовывать детали, то они получаются непохожими». Но с другой стороны, художникам представилась редкая возможность поработать среди такого разнообразия сказочно красивых цветов. «Обычно в наших садах, на клумбах, не растет такое прекрасное разнообразие, такое буйство красок и всего остального. Это редкая просто возможность это увидеть». Интересно, что среди художников были и такие, которые сами увлекаются разведением пионов. У Катерины Романосовой страсть к этим цветам перешла от бабушки. И теперь в саду цветут пионы, а на стенах дома картины, созданные художницей. «Вообще цветы – это такая некая моя страсть. Но я стараюсь рисовать пионы. Но мне кажется, я уже нарисовала, наверное, 10 картин с пионами и считаю, что еще ни разу я их не нарисовала настолько красиво, как их создала природа». Однако искусствовед Ирина Бич, также принимающая участие в пленэре, считает, что созданные здесь работы в большинстве случаев выглядят вполне достойно. «Я хочу сказать, что все художники очень большие молодцы. И то, как организаторы, те, кто делал экспозицию, подобрали букеты, например, круглый букет под круглая ронда холста, это очень интересно наблюдать. Да и вообще, в принципе, очень яркий, такой красочный ряд образов и разных стилей. И, конечно, это, я думаю, зрители оценили». Увы, когда цветы увянут, красота их исчезнет. Но та, что запечатлена художниками в их полотнах, останется с нами надолго. Увидеть красоту окружающего мира и передать ее на своих картинах – задача, над которой работали живописцы всех времен. И в данном, пусть не таком значительном случае, участники студии «Перспектива», будем считать, с ней справились.